Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать об одном из заработков в деревне. Вот у меня тут буквально за огородом растут такие березки и на них вырос вот такой гриб. Вот такой нарост, черный. Этот гриб называется чага. Они бывают не только на березах, но таким целебным свойством обладают именно березовый гриб чага. Вот они растут очень часто высоко на деревьях, на березах достать бывают их не так просто. Ну вот этот у меня вырос, я за ним наблюдал. Наверное, года за полтора вот он такой вырос. То есть был сначала маленький, а потом разрастается. И вот вырос до таких размеров. Бывают они, конечно, вообще огромные. По 5-6-7 килограмм бывают нарост. Этот гриб можно собирать, сдавать, ну и приносит небольшой доход в семейный бюджет. Его можно сырым сдавать, принимают сырым. Можно сушить его. Сухой он подороже идет, сырой подешевле. Ну и в свете последних событий тут видеопередачу про коронавирус. И там уже официально ученые, врачи заявляли, что провели исследование. И вот березовый гриб чага помогает при борьбе с коронавирусом. То есть он борется с вирусами. Вот поднимают, укрепляют очень иммунитет. Пьют его, как чай заваривают. Как обычный чай. Ну хотя рецептов много, но самый простой, как чай. Измельчить его и можно кипятком залить. Ну не таким крутым кипятком. Граусов там 60, хотя бы 70. Вот. И пьют как чай. Настаивают. Можно просто делать настой и даже на холодной воде там делают настой. Ну рецептов очень много, можно посмотреть в интернете. Ну мы его тоже заготавливаем, сами пьем. Тоже поднимаем иммунитет. Особенно вот в осеннее время не бывает, что какие-нибудь болячки простудные. Вот чайку попьем чагового с медом и отлично. Иммунитет сразу поднимается. Сейчас покажу, как мы его сушим и как перерабатываем. Так, ну вот здесь мы чагу так вот разваливаем, сушим. Можно сделать стеллажи. Вот иногда мы используем, сейчас покажу, вот такие вот ящики. Они, видите, с дырками, хорошо проветриваются. Можно друг на друга ящики складывать. Ну вот здесь у меня вот наложено, видите, ящик чага. Вот, ну врубим мы ее примерно с кулак, если сушить допустим. Если сдавать куда-то, то можно не рубить, принимают и такие вот крупные куски. Видите, они какие вырастают. Огромные. Здесь уже чага у меня почти вся подсохла. Вот, ну есть два способа, как сушить чагу. Вот у меня здесь как бы в естественных условиях, но в проветриваемом помещении должно быть. Вот, ну так, она, конечно, долго, но зато сохраняются все, значит, питательные вещества, все вот микроэлементы, то есть ничего не уничтожается. Вот, а есть еще принудительный способ, то есть сушить ее в сушилке, вот, но там не нужно поднимать большую температуру. Крассов 40, там, больше не рекомендуют, вот, потому что все, значит, нужные вещества, полезные в чаге, при высокой температуре могут быть уничтожены. Вот, поэтому мы сушим вот так, в естественных условиях. Потом мы ее рубим, значит, на кусочки, вот, в таком виде сдаем, продаем, куда-то отправляем, вот, либо большими, значит, кусками. Кому-то иногда есть заказы на более крупный, более крупную чагу, вот, таким способом. Вот, ну еще мы придумали для заваривания, потому что, значит, очень, он тяжело рубится, и дома где-то порубить, конечно, конечно, не все смогут, не у всех условий, там, допустим, в городе. Вот, поэтому мы придумали еще вот такой способ измельчения чаги. Порошок, получается, как мертвый кофе. Сейчас я почерпну. Смотрите, выйду на свет. Вот, получается, вот такой мы делаем порошок, как кофе. Очень удобно, ложечку раз на кружку, и все, он заваривается моментально, как кофе разваривается, и можно пить практически сразу. Очень удобно. Вот, кому интересно, мы отправляем по почте, вот, заказы. Вот, можем отправить вот такой молотый, можем кусками, то есть можете сами порубить, как вам надо. Вот, ну, это очень удобно, вот, в таком вот пакетике мы отправляем в бумажных. Но иногда просят и кусками, кто-то делает там, по своим рецептам. То есть есть рецепт, когда замачивают целый кусок большой, потом его натирают на терке, потом снова его замачивают и уже получает настой. И настой такой хранят в холодильнике и пьют. Можно просто вот кусочки небольшие самому порубить, ну, примерно сантиметр на сантиметр такие. И такие тоже можно настаивать, можно заваривать в термосе, там он подольше в тепле постоит, настоится или куда-то на печку убрать. Вот, весь разварится. Очень полезная штука. Частенько у нас ее заказывают, эту чагу. Все довольны. Так что, кому надо, пишите, отправим в любую точку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...